Девушки отдыхают Нет? Тогда ты проиграешь! Я помогу тебе, если ты отдашь Акуму! Акума помог мне почувствовать власть! И вам, сожалею, ее не украсть! Можно и мне присоединиться? Вы, как и все остальные, не заставите меня молчать! Я сделаю мир лучше! Позвольте начать! Наступай, Соловей! Тебе будет легче победить их, если им придется танцевать! Тогда никто не помешает тебе достичь своей мечты! Это твой шанс! Вы решили вдвоем меня одолеть? Меня ничто не заставит прекратить петь! Двое всегда лучше, чем один. Суперкот, я зайду слева. Договорились! Эй, осторожно! Упс, простите, миледи! Добро пожаловать на мое музыкальное шоу! Надеюсь, оно пройдет хорошо! Подожди, стой тут и танцуй, иначе застынешь, и тебя с места не сдвинешь. Да, похоже, надо рифмовать. Не так-то просто... так играть. Отлично, Леди Баг и Суперкот не могут дать отпор. Они слишком заняты рифмами и танцами. Но не тяни, мой милый Соловей, а принеси ко мне талисманы поскорей. Бражник, поверь, положу талисманы под дверь! Суперкот танцам ведомый! Используй танцевальные боевые приемы! Танцевальные приемы? Капоэйра, мой билет до дома! Суперкот такой бездумный! Он даже не знает, сколько будет два плюс два в сумме! Я-то знаю! И тебя получаю! Два плюс два никогда не сосчитаю! Сомневаешься в ответе? Это же просто, миледи! Два плюс два – сумма не рифмуется! Еще одна ошибка, и все не состыкуется! А ведь я мог сесть в лужу, а это нам не нужно! Пока что вы держитесь неплохо, похоже, но скоро вы выдохнетесь, и я вас заморожу! Может, казаться, что мы отстаем? Ведь мы постоянно танцуем и поем, но на самом деле мы вперед идем, так что прорвемся вдвоем! Милая букашечка, я согласен, но разве есть план, который не опасен? Осталось последнее оружие для нас. Это мой... Супершан! Что это нам досталось? Наручники оказалось! Мы должны ее остановить, но что ты можешь предложить? Они не для нее, они для нас! Давай, Суперкот, уничтожь все за раз! Какая-то сложность? Что за тревожность? Рифму найти не могу. Похоже, я попал в беду. Суперкот, ты милый, учтивый, заботливый, льстивый. Сегодня смотри на плюсы. Не надо негатива, пусть царит... Оптимизм! Катаклизм! Мы слились в одно, мы сама синхронность. Так что давай вперед, без лишней скромности. Танцуй, как в последний раз. Эта песня про нас! Кстати, ты подаришь мне этот танец? Миледи, стоять я точно не останусь. Мадемуазель следует спуститься к гостям и поприветствовать их дружелюбным объятием и поцелуем. Ты шутишь, Жан-Клод? Я должна позволять им прикасаться к моему лицу? А вот мистер Пушистик так бы и поступил. Так вы покажете своему другу Эдриону, что вы добры к людям. Вся эта вечеринка очень странная. Я достаточно давно знаю Хлою. Иногда она и правда бывает клевой. Эдри Кинс! Что ты думаешь о моей роскошной вечеринке? Я клевая, правда? Прекрасно, Хлоя. Привет. Привет, Хлоя. Спасибо, что позвала Хлоя. Надо было снять это на видео. Помолчи лучше. Давай! Ага! Я все сделала, Эдриан доволен. Теперь мы закончили? Осмелюсь заметить, если вы хотите убедить Эдриана в своей доброте, то мадемуазель стоит удостовериться, что всем гостям хорошо. С чего мне это делать, Жан-Марк? Потому что так бы поступил мистер Пушистик. Ну ладно, хватит, я поняла. Да. Ты приятно проводишь время? О, от этих танцев дико хочется пить. Где у вас можно найти лед? Откуда мне знать? Я не служанка. Иди и сама найди. А раз тебе жарко, то лучше сними свой дешевый овечий свитер и положи его на место, то есть в мусорку. Я знал, что мне не придется долго ждать. А... Да, я же шучу. Я обожаю овчину. Пойду принесу тебе лед. Что вы делаете, мисс Боржуа? Где ваша изумительная природная жестокость? Она специально притворяется милой подружкой, но это лишь для того, чтобы умаслить Эдриана. Забавно, прямо как девочка, которая не хотела идти на вечеринку, пока не узнала, что Эдриан тоже идет. Не надо сравнивать меня с Хлоей. Хлоя, хочешь потанцевать с классным парнем? С удовольствием, но где же он? О, вот же он, прямо передо мной. Ну же, иди и пригласи. Что, Эдриана? Нет, ты с ума сошла? Привет, Маринет. Потанцуем? Что? У меня просто слов нет. Да? А ты, кстати, тоже неплохо танцуешь. Бррр. Видишь, Хлоя сегодня хорошо себя ведет. Я не буду пробовать твою домашнюю стряпню. Это слишком опасно. Занято. Тоже занято. Свободные места есть вот там. Здесь, здесь, здесь. Можно? Нет, уходи. Нет, точнее, проходи. Стой, точнее, садись. Спасибо. О, нет. Отец хочет, чтобы я был на его благотворительном ужине. Я не могу остаться. Я хотел сказать, Роуз была права. Ты всегда помогаешь людям. Ты помогла Джулике разрушить проклятие фотографии с классом. Объединила Натаниэля с Марком, чтобы они написали комиксы. Вытащила меня в кино, чтобы я увидел свою маму на экране. Вот почему все решили помочь тебе с этим пикником. Сегодня наша очередь выручить тебя. Ты для нас ничем не хуже, Леди Баг. Приятного вечера, Супер Маринет. Эдриан! Эдриан! Я... Нормально! Спасибо. Пожалуйста, Маринет. Класс! Ну ты на юг! На ты, Маринет! На ты, Альша! Ну, а как твои дела, Андре? Тебе есть с кем отведать твоего чудесного мороженого вечерком? Вообще-то я нашел практически идеальное сочетание вкусов. Бабушка! Дорогая, что ты сделала с футболкой? Я ее перешила, бабуль. С нашей прошлой встречи я научилась шить. Ты так повзрослела, Маринет. Знаешь что, больше не будет каруселей и зоопарков. На следующий твой день рождения съездим вместе куда-нибудь. Спасибо, бабуля. Но знаешь, не важно, куда ты меня повезешь. С тобой все будет незабываемо. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наша Маринет! С днем рождения тебя! Браво! Со всей этой историей ты так и не открыла подарок. Я всегда ношу талисман, который ты мне подарила. И мне кажется, он помогает. Вот, я и решил подарить тебе такой же. Ты такой замечательный! Как здорово! Талисман! Талисман! Я буду его носить на удачу. Так что, спасибо. О-о-о-о! Самое важное в подарке Тики это тот, кто его подарил.